всем привет с вами ольга чернова моя огородная звука время летит очень быстро казалось бы вот только недавно я посеял этот платок потом его залез в окошко его волновалась что там ничего не вырастет и вот уже все посевы показались почти все сейчас скажу какой еще не взошел и пришло время их пикировать казалось бы ну совсем еще крошечки вроде бы еще рано но мы знаем что по рекомендациям по совету специалиста мы должны начать пикировку если мы посеяли с последующей пикировкой хотим выращивать мы должны начать пикировку в фазе одного-двух настоящих листьев и вот видите вот уже две семидольки раз два листа дальше тоже вот две семидольки два настоящих листа вроде бы они небольшие но они уже в той фазе развития когда пикировка как раз нужно можно конечно пикировать и позже но я здесь сеяла с таким учетом что будет ранняя пикировка чтобы потом по стаканчикам сейчас о схожести проверим схожесть как я сказала все томаты все сорта вылезли я как сеяла по две штучки парами с учетом что самые сильные выберу а слабые вырежу и теперь конечно мне предстоит очень сложный выбор потому что вы видите что они почти все одинаковые вот начнем батяня 2 из 2 одинаковые слабых нету потом дальше тяжеловес сибири 2 из 2 тоже одинаковые ножки толстенькие листики хорошие и вот все идут 2 из 2 2 из 2 2 из 2 и в конце у нас смотрите несчастная где же она работа на несчастная жрица которая думала вообще сначала не вылезет еле-еле показалось только сегодня вчера я еще не было она короче показалось одна из двух пока ну я буду ждать еще она вылезла в тот момент когда другие я сегодня уже возможно какие-то буду выборочно пикировать самые взрослые вытащу они посажены в ячейках их вытаскивать очень быстро будет выборочная пикировка вот поэтому я первый посадила в ячейки чтобы убрав одну ячейку остальные все росли а жрица это как раз те семена магазинные которые мне не понравились качества семян я сказала но все равно буду сеять и совсем другой результат у мамонтенка очень хороший вырос мантенок вылез в числе в одним из первых смотрите у него листья отличаются строение семидолик видите у моих простых томатов они более изящные такие удлиненные видите а этот скругленный более широкий семидольный лист сразу видно что он будет вероятно таким отличным крепышом потом еще чем он отличается у него как бы укороченный и утолщенный стволик усеянца и стволики прям лохматые лохматые повышенная лохматость но это наверное как у всех мамонтов они наверно лохматенькие все таки были потом помантенок у мамонтенка тоже уже появляется настоящие листики форму листа я еще не могу пока предугадать тоже вроде какие-то они скругленные не знаю но по сравнению вот с этими смотрите вот видите когда резной лист его видно сразу не вот эти заусенцы даже самых маленьких выглядывают а у мамонтенка вроде какой-то как круглый как лопушок это мы посмотрим все показала вам свои первые посевы это посев для теплицы с подогревом грунта для получения супер раннего урожая посев был произведен 25 января сухими семенами и взошли они а я их выпаривала подогревала на теплом полике на своем зашли они 29 через три дня и вот сейчас им 30 31 1 2 3 сейчас им 6 дней вот некоторые возрасте 6 дней уже достигли того как того внешнего вида того размера что они уже пригодны к пикировке радует что стопроцентная всхожесть зашли все 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 какие-то пораньше какие-то но в основном посевы такие равномерные ну вот прошло буквально несколько дней сегодня 9 февраля и я хочу показать как хорошо томаты все пережили пикировку я их вот выстроила в ряд сейчас мы немножко приблизимся и посмотрим и видно будет что здесь сорта всякие разные и одинаково хорошо выглядят и орлиное сердце ну как хорошо как я понимаю что они выглядят хорошо это значит уже все они адаптировались корневая система наращивается стволик толстый листики хороший вот и орлиное сердце вова путин сибирский изобильный тяжеловесе сибири мамонтенок золотые купола пацинское чудо мясистый сахаристый вот смотрите один ряд все они почти одинаковые и мамонтенок про который я вчера показывала но у него чуть-чуть ствол потолще чем у остальных но он также хорошо корневую систему растил все хорошо тут у меня стоят еще гномы которые я пикировала только вчера конечно у них еще никакой корневой системы нет но все равно по состоянии самих сеянцев видно что они даже не почувствовали как я своими нежными ручками их выдернула с одного горшочка в другой посадила все у нас прекрасно и вот те томаты про которые я сказала в предыдущем видеоролике я назвала томаты которые взошли хуже всего это магазинные сорта почему-то в один день в один день посева в одинаковых условиях получились разный срок ожидания всходов вот она етина мать несчастая тоже 26 января посеян если сравнить ну любой возьму вот даже вовочку сравнить какой вовочка вы этого же дня посева и какая етина мать но я не знаю хочется сказать без слез не глянь не взглянешь хочется его пожалеть но я их подбадриваю ничего малыш держись догонишь ты этого путина еще и перегонишь ну вот эти томаты мне придется выхаживать но етина мать хоть ладно где же она вот и хотя бы взошло два из двух но по размерам сеянцев вы видите что взошли они самые последние такой же вот штамбовый изумрудный тоже этой же фирмы а бедная жрица из двух вылезла 1 это она перекособеченная вся косая кривая но придется и такую выхаживать так ну все я вам показала как они выглядят и теперь я хочу что самое главное начиналась тема видеоролика когда пикировать томаты вы видите что вот в фазе двух настоящих листьев я некоторые распикировала некоторые в фазе двух семидолей ну в каком возрасте попались они мне гладкие в том и распикировала и по своему опыту я знаю что пикировать томаты можно вообще в любое время можно когда две семидоли раскрылись главное чтобы были вообще хоть какие-то листики было бы что пикировать можно в фазе одного настоящего листа двух настоящих листьев трех четырех и пяти я не думаю некоторые опасаются я не думаю что очень опасно стоит опасаться пикировки на более поздних сроках я сейчас объясню почему я так думаю я вспоминаю свое детство сейчас покажу вам этот платочек у нас мама и бабушка раньше когда выращивали очень часто они сеяли просто вот так вот видите вот это как раз бригада испытателей грунта их уже они дожили до того состояния когда надо пикировать просто я в качестве примера вот они вот так вот сели рассыпушку например красный крупный в одном желтый крупный другом и дело в том что как только они вылазили густо же было они выбирали самые хорошие сильные ну как выбраковку делали и распикировали их но не по стаканчиком как сейчас потому что раньше не было естественно вот такой разовой никакой посуды со стаканами была проблема распикировали деревянные ящички обычные деревянные ящички ставили на подоконник естественно рассада там быстро вырастала разрасталась и вот как раз вот период наступала немножко более менее относительное тепло и тогда эти томаты из ящиков опять еще раз пикировали не перевалку делали а именно вторую пикировку то есть пересадку с повреждением корневой системы снова из ящичков выдирали и уже теперь рассаживали в парники кто в деревне жил тот знает до сих пор они еще действуют эти парники просто в земле делается вот такое квадратное углубление туда ну насколько там 40 сантиметров полметра там грунт сдабривается все туда томаты высаживаются конечно деревянная рама по краям ну как ограничитель такой закрывается закрывалась этими деревянными рамами сверху покрытыми стеклом застекленными старыми каким-нибудь а на ночь закрывали фуфайками старыми одеялами любыми тряпками и вот так она росла до тех пор пока нельзя было высаживать в грунт ясно что никаких теплицах никаких полиэтиленовых пленках в продаже еще укрывных материалов не было ждали того периода когда будет тепло например 10 июня и вы понимаете что там она уже была во взрослом состоянии рассада была цветущая уже с цветами и вот тут ей предстояла еще одна пикировка именно опять же не перевалка не из маленького в большой стаканчик а пикировка то есть пересадка с повреждением корневой системы то есть оттуда и опять выдирали это уже третий раз первый раз с рассадного со школки с загущенной потом с деревянного ящичка и третий раз спорника три раза ее выдирали из грунта из земли с повреждением корней и вот тогда я высаживали на постоянное место это же вот все пикировки были это не перевалки и что вы чтобы вы думали что повреждала им когда-то я не знаю насколько это повреждало негативно влияло но у нас всегда были кусты увешаны томатами помидорами солили бочками все знают раньше целые бочки огурцов целые бочки помидор никогда не было такой проблемы чтобы не выросла помидорка а это наверно потому что пикировали в позднем периоде никто об этом не задумывался и вот на основании вот этого я все-таки думаю но это мое мнение я думаю что пикировать томаты можно вообще в любом периоде они ведь такие живучие у них такая жажда жизни что некоторым людям нужно учиться у них брать пример и вот видите у меня в одном лотке попалась так фазе 2 семидолей попала под пикировку фазе 1 листа фазе 2 листьев 3 листа правда не было но буквально прям за несколько дней уже и третий лист у них появился вот если у вас окажется переросшие томата о томатах рассада помидор томатов и вы боитесь пикировать я думаю не стоит бояться можно пикировать в любом периоде но все-таки самый оптимальный считается по рекомендациям специалистов это фаза 1 2 настоящих листьев когда корневая система она еще не очень сильно развита меньше травмируемые и но уже с ней вот с сеянцем с томатами легко обращаться даже новичку потому что вот такие я бы нашим начинающим новичкам вот такие вот еле видимые маленькие молоденькие тоненькие пикировать не советовала бы если вы еще как если у вас рука не набита опытный наработан то лучше конечно дождаться когда сеянница будет более менее во вменяемом состоянии когда его можно взять спокойно за стволик подержать там даже если за листик ничего с ним не случится ой какая красота все до свидания с вами была ольга чернова моя огородная азбука это о нюансах пикировки в каком периоде пикировать стоит ли опасаться я высказала свое мнение не считаю что это прямо такое истинно в последней инстанции у каждого свое мнение мое мнение вот такое подписывайтесь на мой канал ставьте лайки начинающим огородникам будет мне кажется полезно послушать один совет другой совет и сделать по-своему все